Да можем, но я думаю, что мы видим сейчас рассвет контрабанды на Западной Украине гораздо больше даже, чем на этой территории контролируемой Украины. Давайте посмотрим, что происходит на Западной Украине. Я хотел две вещи сказать. Первое, мне сегодня написал мой там чешский партнер, вот просто взгляд на нас со стороны. Он инвестор, он все время занимался Украиной, он инвестировал. Он написал приблизительно следующее. А неужели Украина собирается уничтожить свою экономику для того, чтобы не дать развиваться российскому бизнесу? Вот я не хочу это комментировать, это просто его мнение. Вы говорите сейчас о ситуации... Ну, ситуация со всей вообще вот экономическими ходами. Следующий вопрос, который меня действительно беспокоит. Я понимаю все эти блокады. Я еще раз сказал, наверняка там есть люди идейные, которые отстаивают идеи. Но есть закон Украины и есть такое предприятие, которое называется Министерство внутренних дел, которое этот закон должна соблюдать. И никакие блокады, никаких героев АТО, не АТО на территории Украины быть не могут, если есть Министерство внутренних дел и выполняет свои функции. Это раз. Второй момент. Я хочу сказать, что на сегодняшний день самой большой угрозой страны являются люди в камуфляже, которые не относятся ни к единому воинскому подразделению. С оружием обучены, готовые делать все, что угодно. И сегодня только президент Украины, выступая неожиданно, сказал, что монополия на насилие должна быть только и на власть. Должна быть только у государства. Но несколько месяцев назад, когда Айдар штурмовал, извините меня, пожалуйста, Печерский суд, президент сказал, я не помню, как звали, Лихолид, по-моему, да, человека, которого осуждали. Президент сказал, слушайте, он парень хороший, не надо его трогать. То есть давайте мы определимся с позицией государства. Является ли государство законным? Является ли закон во главе всего? А после этого все остальные моменты. Хорошо. Хорошо.